Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Таль. Таль, понятно, приятно. Окей, взаимно. Вера, вы ко мне постоянно присылаете мульон всяких сообщений. Да. Да, скажите мне, зачем вы это делаете? Что вы сказали, я послушала. Зачем вы это делаете? В смысле? Но вы сетевик? Ну как, нет, я не сетевик. А что, куда вы меня приглашаете? А что, это уже сетевик? Нет, а что за проект вы меня... Проект организовал Серго. Он сам из Прибалтики. Серго Арджоникидзе? Нет, не Арджоникидзе, как-то по-другому у него фамилия. Амиров, Амиров, по-моему. Серго Амиров. И что? И что мы там будем делать? Вот, что мы приглашаем, значит, заходим в компанию за 20 евро. Сейчас они уже делают, как бы, разработку на 2 евро. Приглашает 10 человек. Каждый из ваших 10 человек приглашает тоже по 10 человек. Вот такая система. То есть это обязательная программа. Но сейчас еще он открыл живую очередь. А что это дает? Это дает? Вера, 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 секунду, секундочку. Что мне это дает? То есть это... А я вам не говорю, что вам это дает. 20, вот 20 евро. Через 5-7 дней вы получаете 30 евро. Потом через неделю получаете 1000 евро. А потом в течение 20 дней получаете уже 10 тысяч евро. У нас уже одна женщина получила. Вера, а вы сколько времени в этой компании? Я только неделю зашла. Нет, ну подождите. Зачем вы меня обманываете? Вы мне посылаете без остановки всевозможные сообщения. Я сейчас открою кабинет, даже может там есть дата регистрации. Нет, секундочку. Вы мне посылаете без остановки. Я вам скажу сейчас. Вы мне говорите 10 дней. Вы мне посылаете... Сейчас я вам скажу. Вот. Запустили проект Матрикс, Перфект Матрикс. Моментальная система. Так это что, пирамида? Перфект Матрикс, я не знаю, что такое. Я там не работаю. 21 числа я зашла, вот неделю назад. Приглашаю в БИП. Теперь вы меня уже приглашаете в другую какую-то Матрикс. Скажите, вот, новая компания из Англии, БИП Экстра. Послушайте, вы просто этот почтальон всех этих компаний. Вы меня потом приглашаете еще в какую-то... А вы за две недели уже сколько заработали, Вера? 600 евро. 740 евро. А уже вы заработали за что? Что у вас там производится, что-то, какой-то товар? Откуда деньги? Нет, приглашаем людей. То есть пирамида? Ой, да ладно вам. Ну как, Ваня, да ладно вам. Вы же куда-то деньги заводите для того, чтобы... Они же... Вы сами не подумали, откуда эти ваши деньги появляются? От наших приглашенных людей. Ну правильно, так это пирамида, Вера. Это же пирамида. Вы люди... А где не пирамида? Скажите, пожалуйста. Где не пирамида? Где пирамида? Наша государственная власть пирамида. Все правильно, Вера. Все третье, вы и так далее. Так что просвещать меня по этому поводу не надо. Я вас не просвещаю. Не надо так агрессивно относиться. А, потому что вы сказали, что я вру. Нет, вы не врете мне как раз таки. Вы сейчас уже не врете. Вы понимаете, что это пирамида. Скажите, а вам никогда не хотелось какого-то серьезного, стабильного бизнеса? Я работаю в другом бизнесе. А в каком бизнесе вы работаете? Какое, простите? В публице. Что это такое? Это там снимки, телефоны, там рекламы. Это английская компания. Договоры, заключаем договор с медицинами. Это тоже сетевая, да? Ну да, не сетевая. А продуктовые, они что, не сетевые? Да сетевые, Вера. Не надо так, я тоже в сетевой компании. Не надо так нервничать. Зачем вы нервничаете? Я не нервничаю, что я нервничаю. Надо же как-то пытаться человека убедить, а вы с самого начала пытаетесь на меня... Я никого не убеждаю. У меня другая так. А я никого за руку не тащу. Чтобы потом человек не проплачивался и ушел в другую сторону. Зачем? Ясно. Карта мешает сам за себя. Я вас понял. Я вас понял. А вы не боитесь деньги потерять здесь? Ну это мой лучший же вопрос. Потеряю или нет? Нет, потому что я вам объясню, что в сетевом бизнесе очень важное понятие дублицирования. То есть, если вы не представляете, можете вы потерять деньги или нет, то когда я буду туда заходить, этот вопрос тоже будет меня мучить. Ведь я могу же реально потерять там деньги. А если это мои деньги последние? Я ничего взамен вклада не делаю. А куда мы должны с вами деньги будем отправлять? На какой-то счет или куда? В системе. Мы должны будем в системе отдавать. Понимаете? То есть, это тот же самый МММ, только немножечко другого типа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...